Пока жива память, жива и история. Так можно обозначить главную цель акции «Бессмертный полк». Уссурицы активно регистрируются для прохождения в составе колонны. Основную массу участников записывают в администрации по телефону «Горячей линии». Это очень важно в наше время, так как мы, можно сказать, последнее поколение, которое видим ветеранов. И «Бессмертный полк», он создаётся с той целью, чтобы никогда не забывали. В нашем округе шествие пройдёт во второй раз. А вот «Горячую линию» решили открыть впервые. Волонтёры записывают участников колонны и имена родственников фронтовиков, а также их награды. В свою очередь людям напоминают подробности шествия «Бессмертного полка» в День Победы. 8.45 у нас сбор 9 мая на Вечном огне, где пройдёт у нас возложение цветов. Потом мы пойдём до площади центральной нашей по улице Ленина, пойдёт «Бессмертный полк». Мы будем смотреть шествие, и после шествия будет наш полк двигаться по центральной площади. Образовательные учреждения округа решили также внести свой вклад в историю. Школьники и их родители изъявили желание войти в состав памятной колонны. Участникам рассказывают, какого формата должны быть фотографии и штандарты для шествия. Каждый должен изготовить их сам. На деревянную основу длиной метр двадцать крепится ламинированная фотография размером 30 на 40 сантиметров. Когда слушаешь рассказ ветерана, это одно. А когда принимаешь участие в этом действии во всём, когда понимаешь, как это важно и сколько много людей, и тогда уже, конечно, в этом году очень много детей и родителей вдохновились всем вот этим. Рассказать о подвигах Дмитрия Михайлова решили его родственники. Несколько десятилетий семья не знала о боевом пути отца, дедушки, прадедушки. Сам ветеран этого не рассказывал, а документы удалось восстановить только после смерти участника Великой Отечественной войны. О войне он не любил рассказывать. Не то, что не любил. Он не хотел вспоминать о войне. Настолько, наверное, страшно было и ужасно это всё. Потому мы толком и не знали ничего о войне. А вот сейчас получили, мы знаем, что у него три ордена. Орден Отечественной войны, орден Красного знамени, орден Красной звезды и медаль за отвагу. Мне очень интересно, ну, как он воевал, что он получил, какие награды и за что. Многие фамилии героев страны стали известны благодаря подобным акциям. К возрождению памяти проявляют интерес как взрослое поколение, так и дети.